наступил сентябрь у нас уже зреет виноград за это виноград изабелла он в этом году у нас милковатый почему-то такой у нас столовый виноград крупные грозди для нашей зоны виноград в сентябре месяце даже очень хорошие грозди пчел здесь уйма столько водит пчел роем прямо сидят и надкусывают и едят наш виноград здесь и на цветке вот они их много здесь прямо рой жужжит но это не домашние это дикие пчелы но мы этих пчелок не отгоняем пусть на здоровье кушать виноград и питаются цветочками пыльцой но муж ими лечится прежде чем лечиться муж посоветовался со своим лечащим врачом сделал пробу на аллергическую реакцию этого пчелиного яда и мы сейчас покажем эту пробу как это делается делается проба на аллергическую реакцию человека вот берем пчелку она летает возьми бери ее на цветочке или ту или эту и садим ее между первым и вторым пальцем вот она все сделала прокол мельчиши вот она плоховато видно вот и держим это в течение пяти минут если рука не опухла значит реакция на аллергию очень хорошая и можно как бы сделать лечение вот прошло у нас пять минут как видите вот она жало сидит и никакой опухоли пальцев ни руки нету все вытащили все вот это так делается проба потом после этой пробы сдается анализ мочи и крови и смотрится если не находится в моче никакого белка или других всевозможных реакций там каких все можно приступать к лечению поэтому муж проверился врачей и сделал такую пробу и теперь он свободно спину лечит остеохондроз свой вот он уже полностью готов к лечению у него остеохондроз вот спины и он постоянно вот вчера вот это вот место красненькая если вот вижу да вот она осталась еще пятнышко вот он берет пчелку вот она пчелку берет и спине сразу же вот так вот и она его жалит вот она жала чтобы поближе показать не шевелистый вот она жала вот он берет чего берет пчелку аккуратненько и наносит себе на спину вот он садит ее вот он все вот они две вот он две штучки и он выдерживает пять минут потом я это жало вытаскиваю вот так вот он лечит свою спину остеохондроз вот я сняла жало этого только красненькие пятнышки вот остались вот так вот он лечит каждый день увеличивает черобла дна пчелка сегодня две завтра будет три пчелки и так он до 10 пчелок садит на свою спину пропустили мы день и начинаем продолжать нашу апитерапию называется лечение пчелками у нас вот эти пчелы это не домашние это дикие пчелы поэтому как бы разрешается их использовать но берем значит сегодня мы садим 3 уж берет их и и сам садит все один пошел укус вторую все два и третий это на крестец вот все вот она 3 у нас посажены теперь держим от пяти до десяти сколько он выдержит прошло у нас практически 10 минут вот они три у нас сидят и я их вытаскиваю аккуратненько лежала снимаю вот на легкое покраснение два метра три места после этого я сейчас возьму вазелин и эти места все просто протру после все день пропускаем и начинаем лечить продолжать лечение уже 4 через день 5 и так от 10 до 20 сеансов сколько он выдержит чтобы начать лечение поясницы как называют ее апитерапию производить это все-таки пчелиный яд который дает и быстро стихание болевой синдрома и дает прорывающий эффект снимает спазм с мышечных тканей и нужно правильно применять и использовать этот пчелиный яд вот этих вот пчелок поэтому есть и противопоказания теперь тем как применять нужно знать если у кого сахарный диабет ни в коем случае беременность обострение хроническое заболевание или там есть инфекционные какие заболевания аллергия если у кого присутствует или психические расстройства вот такие противопоказания именно пчелиное ядово укуса полный курс от 10 до 20 сеансов проводить через день при таком лечении нужно обязательно соблюдать молочно-растительную диету и ни в коем случае чтобы не было алкоголя и сильно не нагружать себя физическими такими нагрузками очевидным м